Сегодняшняя Россия напоминает громоздкое транспортное средство, захваченное террористами. Того и гляди, с манежки в сторону Кремля с напряженным лицом прошествует Стивен Сигал. Сегодня, 17 ноября 2012 года, гражданские активисты выстроились в цепь одиночных пикетов на Тверской, чтобы напомнить равнодушной части общества о том, что с террористами договориться не получится и рано или поздно репрессии коснутся всех. Несколько человек подошли, спросили, кто такой Федор Бахов. Ну, как-то нормально, понимающие. Говорят, молодцы, что стоите. А остальные почему проходят? Большинство все-таки проходят мимо, им все равно? Ну, я думаю, к сожалению, да. Есть некая равнодушие. А что нужно сделать, чтобы равнодушных стало меньше? Вот вы знаете, меня этот вопрос очень мучает, я даже не знаю. Я вот не знаю ответа на этот вопрос. Сегодня проходит акция в поддержку политзаключенных серии одиночных пикетов по Тверской до Пушкинской. Мы хотим, как бы это будет прорыв информационной блокады, чтобы людям рассказать о том, что люди сидят ни за что, незаконно осужденные, арестованные. Просто по телевизору об этом не говорят. И многие люди не знают, что происходит у нас в стране. И вот мы пытаемся донести до них хотя бы таким образом. А как прохожие реагируют? Ну, вот сейчас мужчина подошел, спрашивал, почему мы тут стоим. Мы ему рассказали. Вот еще молодой человек подходил, тоже спрашивал. Ну, он как бы сочувствует узникам болотной. Но сам, к сожалению, не готов приходить. Что говорить о простых гражданах, если даже в стане оппозиции наблюдается хельсинский синдром? Сочувствие к кремлевским бандитам. Дескать, на них вполне можно влиять. Возможно, именно поэтому ни одного медийного громкоговорителя на сегодняшнем пикетировании не наблюдалось. Все они были погружены в глубокий и увлекательный процесс влияния. Большинство граждан просто проходят мимо. Их можно понять. У них полно забот, проблем. Но им не вдомек, что столкнись они завтра с безжалостной государственной машиной. Их тоже будет некому поддержать. И они будут кричать в пустоту. Алексей Плехович – это молодой человек. Ему 20 лет. Он сейчас содержится в СИЗО за участие в согласованной акции 6 мая. Насколько я знаю, им пока не предъявлено никакое обвинение. Но выдвигается версия о участии в массовых беспорядках. Я считаю, что содержание в СИЗО людей без, в общем-то, какого-то предъявления обвинения и весомых, объективных доказательств их вины недопустимо. Особенно меня волнует судьба Владимира Акименкова, о котором все, наверное, знают. Потому что, в общем-то, как мне кажется, уровень благополучия государства – это отношение к заключенным. Этот молодой человек, Владимир Акименков, он просто сейчас теряет зрение в тюрьме, слепнет. И для меня это, прежде всего, внутренняя позиция, потому что я никак не могу их поддержать, кроме как поучаствовать в этой акции. Это просто необычно. На Тверской одиночные пикеты не каждый день происходят, и все, конечно, удивлены. Но первая реакция – удивление, а вторая, я надеюсь, выйдут сами как-нибудь на улицу. Пикеты на Тверской – зрелище необычное. И хотя многие граждане проходили мимо, пряча глаза и демонстрируя уже знакомое, «Меня это не касается, я занят своими делами». Некоторые все же останавливались и живо интересовались причиной, которая заставила активистов выйти на улицу. Утомленная полиция не вмешивалась. Ее в последнее время и так задергали бесконечные акции протестующих. Даже автозаков почти не было видно. Огромное количество индифферентной публики, абсолютное большинство. Есть люди, которые понимающе кивают головой, даже кто-то Ротфронт показывает. Но в основном, конечно, спящий народ. А что нужно сделать, чтобы проснулся? Отбить телевидение первый-второй каналу. Чтобы они стали нормальными, простите, народными. Я считаю, что то, что случилось на Болотне, это преступление власти, а не мирного населения, которые туда пришли. И так как теперь за решеткой находятся невиновные люди, на которых даже и на многих нет никаких доказательств в их вине, то их нужно защищать. Но самое главное, для чего я сюда вышла, это ради агитации. Так как, к сожалению, большинство людей не знают, кто такой ни Сергей Крилов, ни другие узники Болотные. И я считаю, что, может быть, они заинтересуются и придут домой, и посмотрят, и как-то тоже будут принимать в этом участие. И много тех, кто заинтересовался? Ну, к сожалению, задают вопросы немногие, но заинтересованы взгляды практически у всех. Вереница гражданских пехетов протянулась от охотного ряда до Пушкинской площади. И пусть в этой акции сегодня приняло участие не так много людей, как хотелось бы. Не нужно забывать о том, что исторические перемены совершаются всегда меньшинством. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, телеканал Политвестник ТВ.